МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 12-м канале итоговый выпуск новостей. В студии Катерина Булучевская. Здравствуйте. И вот главная тема этого дня. Подарили сердце, колесо обозрения. В новый аттракцион, который возводят на Зелёном острове, вмонтировали самую важную деталь. Только вот доставить в наш город её оказалось совсем непросто. Амбурга, снег. Расскажем, на каких ещё новых каруселях можно будет прокатиться уже следующей весной. Не застраховались от суда. Ну, вы же знаете, что это незаконная деятельность. Восемь родственников-мошенников ответят перед законом за автоподставы. В прямом эфире. Тактически не нужно использовать монтаж. В Омском госуниверситете установили комплекс для создания видеоуроков, которому позавидуют даже телевизионщики. О чём под прицелом камер будут рассказывать молодые учёные. Супермамы. Это новая грань. Моя жизнь появилась. Истории самых успешных амечек, которые не только добились головокружительных успехов в карьере, но ещё и создали крепкий семейный очаг. И увидеть незримое. На ощупь полностью. В Омске открылась выставка тактильных икон. Теперь у инвалидов по зрению есть возможность прикоснуться к святому. В парке «Зелёный остров» установили сердце колеса обозрения. 16-тонный центральный вал везли на Большегрузии из Москвы. Это самая важная деталь в новом аттракционе. К слову, само колесо будет иметь диаметр 68 метров и считаться третьим по высоте в России. Кабины оснастят обогревателями для зимы и кондиционерами для лета. Адаптированы они будут для разных категорий посетителей. На специальные закрытые смотровые площадки смогут попасть инвалиды-колясочники. А для тех, кто предпочитает комфорт, кроме всего прочего, предусмотрят мягкие диваны. Будут и специальные кабинки для молодожёнов. Всё происходит на зимний период времени. Сегодня утром эта ось приехала. Вчера буквально днём она ехала, переезжала в перевал, там пурга, снег. Это всё так интересно происходило, что сегодня утром где-то 7 утра уже ось сюда приехала. И мы это всё, коммуникации выстраивали таким образом, чтобы и подъёмные механизмы, и ось, чтобы они сразу приехали. Рядом с колесом обозрения по проекту разместятся аттракционы поменьше. Для экстремалов готовят 40-метровую башню падения, а для семейного отдыха двухуровневую карусель с зелёной зоной и монорельс с вагонетками. Сейчас идёт работа по установке металлических конструкций. А внешним декором и пусковыми механизмами подрядная организация займётся весной. К слову, стиль каруселей и вагонеток будет отражать самые знаменитые омские достопримечательности, например, сантехника Степаныча или здание областного театра драмы. Мы старались подобрать на разные возрастные категории, чтобы это был максимальный охват всех групп населения, чтобы это было то, чего в Омске нет. Чтобы это было интересно горожанам, чтобы они с удовольствием приходили и снова возвращались в парк, получать яркие эмоции. Добавлю, что открытие нового колеса обозрения и остальных аттракционов запланировано на май следующего года. Тем временем, сегодня представители администрации и общественники одобрили включение новых территорий в перечень объектов, за преображение которых амичи смогут проголосовать весной следующего года. Омск ждёт масштабное благоустройство. Работы начнутся в 2023-м в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Из бюджетов всех уровней будет направлено свыше полумиллиарда рублей. Всего в списке 17 территорий, причём на двумя из них собираются поработать инвесторы. Речь о комплексном благоустройстве участка набережной Тухачевского от юбилейного моста до улицы Таубы и у территории культурно-досугового центра Маяковский. Ответят перед законом. За автоподставы в ближайшее время перед судом предстанут 8 амичей. Все они промышляли аферами со страховкой. По версии следствия, инициатор дерзкой мошеннической схемы, 29-летний мужчина убедил знакомых и родственников спланировать череду ДТП. Для этого приобрёл 8 автомобилей Ниссан, Мерседес и Порше. И за год вместе с подельниками инсценировал 20 аварий. Для мнимых ДТП злоумышленники выбирали дороги с интенсивным движением на окраинах города. После умышленных столкновений участники оформляли документы, которые передавали в страховые компании. И забитые иномарки получали выплаты. А для того, чтобы не вызывать подозрений, машины были перерегистрированы на левых собственников. В среднем сколько получали денег? 10, 20. 30. За ДТП, да? Да. А сколько эпизодов? 4. Ну вы же знаете, что это незаконная деятельность? Не знаю. Я попадал в ДТП намеренно. У них, у всех остальных тоже были такие же функции? Да. Ущерб заявили 8 страховых компаний. Сумма превысила 4 миллиона рублей. Из нее обвиняемые добровольно возместили меньше 200 тысяч. Суд наложил арест на имущество фигурантов в 620 тысяч рублей и почти 4 тысячи долларов США. А также 4 автомобиля стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Членам банды грозит до 10 лет тюрьмы. Съемочная студия для молодых ученых. В МГУ появился уникальный программный комплекс. Он позволяет студентам и преподавателям создавать качественно образовательные продукты практически в одиночку. Без команды операторов, дизайнеров и монтажеров. Самое современное оборудование позволяет не только записывать обучающие курсы, а еще и выходить в прямой эфир. Участвовать в онлайн международных конференциях. О том, как студенты и преподаватели осваивают новые мультимедийные возможности, расскажет Никита Гайдаш. Я нажимаю стоп и тут же могу посмотреть запись. Свет софитов, камера и даже настоящий телесуфлер. Можно подумать, что сейчас идет подготовка к прямому эфиру очередного выпуска часа новостей. Но это не совсем обычная студия, а целый аппаратный комплекс, который не так давно появился в Омском государственном университете. Самое современное оборудование позволяет студентам и преподавателям практически в одиночку создавать образовательный контент высокого качества. Новый программный комплекс, который появился в Омгу, предоставляет молодым ученым поистине уникальные возможности. При создании видео с помощью него практически не нужно использовать монтаж. Все необходимые изображения или надписи можно разместить на экране прямо во время съемок. И даже можно выйти в интернет для того, чтобы продемонстрировать содержание абсолютно любого сайта. Кирилл Демьянов – аспирант исторического факультета. Возможности нового оборудования оценил одним из первых. Вместе с одногруппниками уже успел записать целый обучающий курс. Говорит, разобраться несложно. Достаточно заранее подготовить презентацию, отобрать необходимые изображения и отснять материал. После останется выбрать самые удачные дубли. При этом команда профессионалов не требуется. Задачи оператора и дизайнера может выполнить сам лектор. Самое начало – это выставление, собственно говоря, лектора. То есть у нас стандартная эта плашка с логотипом университета. И, допустим, здесь я начинаю вводить какой-нибудь текст, начинаю создавать презентацию. Такая студия открывает безграничный простор для творчества. Наглядно рассказать можно о чем угодно. Например, сегодня Кирилл записывает видеоурок о том, как выглядел наш город на момент Октябрьской революции. Собственно говоря, Большой Омск. Дальше мы будем с вами говорить о Ленинск-Омском, который сейчас у нас район ЖД вокзала. Самое современное оборудование в Омгу появилось благодаря победе в грантовом конкурсе «Новые возможности для каждого», который является частью нацпроекта образования. Заявку на участие подали, чтобы повысить качество дистанционного обучения студентов. А когда студия начала свою работу, выяснилось, что она может дать университету гораздо больше, чем просто качественные видеоуроки. Когда мы купили этот комплекс, мы поняли, что у него гораздо больше возможностей. Его можно использовать не только в образовательном процессе, но и для наших научных целей, для проведения международных конференций. Он делает очень хорошую картинку, очень хорошая связь. Возможно использовать интерактивные презентации. Находясь в этой студии, преподаватели и студенты Омгу уже участвовали в двух научных конференциях. Качество картинки и мультимедийные возможности тогда поразили коллег-ученых из Китая, Казахстана и Германии. Теперь в планах у университета проводить собственные международные мероприятия. Никита Гайдаш, Павел Манжос, 12 канал. Интернет и мобильная связь в каждое село в Омской области. Программу по устранению цифрового неравенства намерены выполнить раньше, чем в целом по стране, до 2024, а не до 2030 года. О ходе реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика» сегодня рассказал глава областного Минпрома Андрей Пассаженников. Уже завершена работа по подведению высокоскоростного проводного интернета к социально значимым объектам всего 2132 учреждения. Среди них ФАПы, администрации районов и поселений, полиция, МЧС, пожарные посты, объекты культуры, образование, библиотеки. Что касается устранения цифрового неравенства, в 2020 в 260 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек установили точки доступа Wi-Fi. В 2021 на их основе начали создавать базовые станции. Также прорабатывается возможность подведения интернета к деревням и селам, где проживают меньше 100 человек. В Омской области около 150 таких поселений. Также в этом году стартовал проект по созданию IT-инфраструктуры в школах. Это Wi-Fi, видеонаблюдение и единая система передачи данных, которая не позволяет школьникам зайти на запрещенные сайты. Мы в течение двух лет должны создать эту современную IT-инфраструктуру во всех образовательных учреждениях, в 922 объектах. И первый этап этого года мы буквально тоже вчера завершили. Мы создали инфраструктуру в 273 школах. То есть теперь сигнал в школу пришел и теперь есть возможность в каждом классе нормально проводить занятия по высокоскоростному беспроводному интернету. Добавлю, что Омская область вошла в число 16 пилотных регионов, где реализуется эта программа и с опережением выполнила ее первый этап. При этом два субъекта совсем не справились, среди них и Московская область. Намерен бороться за справедливость. Многодетный отец, осужденный за смертельный пожар в Больших Уках, не согласен с вердиктом суда. 23-летний вдовец планирует обжаловать приговор. Пламя, напомню, уничтожило дом весной. 25-летняя женщина и двое детей погибли. Спастись удалось лишь главе семьи и младшему ребенку. Источником пожара эксперты признали емкость с бензином, которую мужчина поставил у печи. Вину Амич отрицал, а его защитник наставил, что причиной возгорания могли стать проблемы с электропроводкой. Прекратить дело просил и отец погибшей женщины. И все же суд приговорил обвиняемого к двум годам с отбыванием в колонии-поселении. Как сообщил 12-му каналу адвокат-вдовца, защита уверена, уголовное дело расследовано не до конца, а вердикт чрезмерно суров. Подсудимый планирует обжаловать приговор. Самые красивые и успешные женщины города вместе со своими детьми на страницах глянцевого журнала. В Омске состоялась презентация нового издания с лаконичным названием «Мамы». Участницами проекта стали сразу 50 амичек. Каждая, будучи успешной в профессии или бизнесе, нашла счастье и в материнстве. Подробности далее. Чтобы попасть на страницы глянцевого издания, каждая из участниц проекта побывала на фотосессии вместе со своими детьми. Подготовка и сам съемочный процесс заняли около четырех месяцев. За преображение героини отвечала целая команда профессионалов. Стилисты, фотографы и визажисты. Все для того, чтобы в итоге получились яркие и живые снимки. Во время съемок женщины признавались, что после рождения детей их жизнь заиграла новыми красками. Своими эмоциями и впечатлениями от материнства они постарались поделиться с помощью получившихся фото. Какая-то новая грань в моей жизни появилась, которая мне была незнакома абсолютно. Я осталась прежней, у меня те же интересы, друзья-подруги, увлечения. В моей жизни появился еще такой отдельный новый мир. И жизнь моя, она не стала резко кардинально другой. Она просто стала наполненной. Ну а накануне самые успешные очаровательные женщины города. Участницы нового омского проекта «Мамы» собрались на его презентации. Всего на страницах журнала фотографий сразу 50 молодых мам вместе с их малышами. В новом издании его создатели хотели рассказать и показать историю омичек, которые добились успеха в профессии или бизнесе и при этом находят свое счастье и в материнстве. Я хотела показать женщину в материнстве, но с фэшн-стороны. Показать, какой женщина может быть красивой, интересной, когда над ней немножко поколдуют фотографы, стилисты. И девушки в огромном шоке иногда от своих фотографий, потому что в повседневной жизни мы не всегда себя можем увидеть такими. Презентация стала финальным событием проекта в этом году. Все участницы получили по экземпляру издания и даже альтернативную обложку с собственным изображением. Но все же, как отметили девушки, главным в этот вечер было общение. Это чудесный проект, который объединяет девушек, комьюнити и уже с детками мы знакомимся. Здесь очень много мамочек и они все успешные. Мы делимся опытом, как все успевать, как совмещать работу, бизнес и деток. Несмотря на то, что издание «Мамы» создавалось в качестве эксперимента, организаторы уже задумываются о его продолжении в следующем году. Это значит, что на страницах журнала появится еще больше красивых и успешных амичек вместе с их малышами. Константин Лондон, Никита Гайдаш и Павел Ромось, 12 канал. На 12 канале сегодня премьера художественный фильм «Я иду тебя искать». В основе киноленты – реальная история пропавшего ребенка. Чтобы передать всю масштабность поисковой спецоперации, съемочная группа провела неделю в глухой тайге. Были задействованы вертолет и болотоходы. Кроме профессиональных актеров привлекали и любителей. Так 24-летнего юриста Георгия Кийко выбрали на роль весельчака-подростка. Его герой по замыслу авторов должен был не допустить излишнего драматизма в картине. Впрочем, задорно шутить у парня получалось и до этого. Опыт игры в КВН, а также стендапы на ютюбе помогли молодому человеку комфортно чувствовать себя в кадре. По сценарию легкомысленный поисковик Стасик, так звали героя, попал в отряд к влиятельному бизнесмену благодаря родственным связям. В ходе операции ему пришлось убегать от медведя, падать в реку и даже забираться на деревья. Моя роль заключается в том, что в каждом фильме про команду есть человек, который все портит, но который в то же время двигает сюжет. Это я как раз таки. Вообще, первая моя поездка была в тайгу. В принципе, я в поход никогда не ходил. Поэтому я немножко боялся, но когда приехал, понял, что бояться нечего. В целом, все комфортные условия обеспечены. Да, на деревья залазил. Кто-то говорит, что даже это 6 или 7 метров. Было, залазил, залазил. Высоты не боишься? Да, наверное, единственное, что боюсь, это высоты. Все, больше ничего не боюсь. Поэтому сложностей никаких в остальном не было. Актер признается, что картина стала для него отправной точкой, и он планирует продолжить развитие в этой сфере. Но я напомню, что фильм «Я иду тебя искать» создавался в партнерстве с общественной организацией «Доброспас Омск» на средства президентского гранта. И уже сегодня телепремьера. Художественный фильм в 20.30 на 12 канале. Прокатиться на трамвае с Дедом Морозом. Сказочный волшебник приглашает омичей в поездку на своих эксклюзивных санях. Дамы и господа, а также их детишки, жители города Омска и гости, приглашаю вас на замечательную прогулочку вот на этом комфортабельном транспорте по городу Омску. Время и место поездки ограничено. Окунуться в сказку омичей могут сегодня, в выходные, а также в понедельник и 30 декабря. Добавлю, что сегодня омичам поднимают настроение троллейбусы. Кондукторы и водители своими руками украсили салоны в них. Еловые композиции, рисунки и снежный дождь. Чтобы как можно больше омичей прокатились в нарядных машинах, их отправляют на разные маршруты. Встретить новогодний транспорт на магистралях города можно будет до конца января. И смотрите во второй части выпуска. Увидеть незримое. В Омске открылась выставка тактильных икон. Теперь у инвалидов по зрению есть возможность прикоснуться к святому. Приемники на максимум. Ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Лучшая зарубежная музыка и топовые ведущие. В Омске начинает вещание новая радиостанция. И отсчет пошел. В воскресенье на Соборной площади запустят часы, которые показывают время, оставшиеся до молодежного чемпионата мира по хоккею. Наши телезрители увидят запуск в прямом эфире. За заступничество отправиться за решетку. В Омске перед судом предстанет пенсионерка, которая зарезала невестку. Семейный конфликт, обернувшийся по Ножовщиной, произошел осенью на улице Воровского. 65-летняя жительница Любинского района спустя 8 лет вернулась из мест не столь отдаленных и решила навестить 35-летнего сына и его супругу. Родственники организовали застолье. Не обошлось, естественно, без алкоголя. В итоге свекровь зарезала невестку, а затем добровольно сдалась полиции. Силовикам пояснило, что погибшая не заботилась о ее сыне, не следила за домом, тунеядствовала и злоупотребляла спиртными напитками. Пенсионерка такого образа жизни родных не оценила и решила проблему кардинально. Да вообще там вонь невыносимая, хоть убегай. Это вообще у молодой женщины, ей даже глаза, я говорю, Ленка, ты что такая? Но вас, наверное, и это еще разозлило, что сын живет в таких условиях? Конечно, конечно. Чего, чем он хуже других? Сейчас пенсионерка под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в прокуратуру, а после направят в суд. А Мичке грозит 10 лет заключения. Новые подробности кровавой бойни в селе Престанской Таврического района, детали расправы в многоэтажке Кировского округа, жертвой которой стала девушка-инвалид, а также показания лихача-водителя, совершившего хладнокровное убийство, что поможет зачинщикам громких криминальных историй избежать наказания и кто признан невменяемым. Итоги наиболее скандальных уголовных дел этого года в новом выпуске криминального проекта основана на реальных событиях Омск. Смотрите сразу после этого выпуска новостей в 20 часов. В Омске завершают обрабатывать данные сельскохозяйственной микропереписи. Проходила она, напомню, в августе. О себе заявили без малого 247 тысяч хозяйств от личных подсобных до крупных агропредприятий региона. Больше 500 переписчиков побывали в самых отдаленных уголках области. Чтобы оценить пассивные площади, использовали и высокие технологии, вплоть до космических съемок со спутников. Все сотрудники Омскстата были вооружены планшетами с электронными бланками для ввода данных. Первые результаты будут известны уже в следующем году. Все население сельской местности очень активно участвовало в переписи. У нас отказов из 234 тысяч это всего лишь 21 хозяйство отказалось. Поэтому даже не набираем там полпроцента и одного даже, одной десятой процента. Эта погода совершенно не делает на общие итоги по области и даже по району. Прикоснуться к святому в Омске открылась выставка тактильных икон. Каждый образ трехмерный и сопровождается шрифтом Брайля. По задумке авторов, люди с нарушениями зрения должны прочувствовать пальцами не только рельеф, но и содержание иконы. А правило о том, что определенные экспонаты можно трогать, должно стать нормой во всех музеях, уверены мастера. Дмитрий Марченко расскажет. Здесь практически годовой колец не видно. На сосне начнешь делать, он будет полосатый, как матрас. Особую прелесть резных икон художник выпускник худграфа Павел Минин разглядел 24 года назад. С тех пор вырезает сюжеты религиозных праздников и лики великомучников из липы, ольхи и груш. Самых подходящих, мягких и не смолистых пород дерева. Но если первые работы мастер делал для себя, то сейчас творит для тех, кому это необходимо. Вместе со своим сыном Егором создал проект для незрячих и слабовидящих, чтобы те смогли в прямом смысле слова прикоснуться к прекрасному. Даже незрячий человек может понять, что такое икона. То есть он на ощупь полностью вот эту икону, узнает, что такое ним, что это поясная икона, есть ростовые. То есть ему все особенности можно показать. О потенциале резных икон Павел Минин задумался после открытия одной из своих выставок. Известный омский политик Олег Смолин, открывая одну из выставок мастера в Москве, очень заинтересовался иконой, долго трогал ее, словно пытаясь разглядеть. Так появился проект «Прикосновенный образ». Цель этой выставки – показать, во-первых, показать наше культурное наследие через резную икону и научить людей читать иконы, как книги. Посетители смогут через аудиогиды, через шрифт Брайля на этикетках, шрифт Брайля по периметру киотов. То есть мы думаем так, чтобы она была максимально мобильной, и, соответственно, расширяем экспозицию. Выставка в Воскресенском соборе объединила семь разных икон с образами 12 самых почитаемых святых каждого сибирского региона. Вместе они образуют своеобразный иконостат, в центре которого – покровительница Сибири Абалакская икона Божьей Матери. Рядом с работами – таблички, на которых шрифтом Брайля описана икона. Так люди с физическими особенностями могут не только ощутить, как выглядит изображение, но и больше узнать о его истории. Это наше духовное наследие. Это, собственно говоря, те вещи, которые, наверное, так или иначе должны в свое время осознать, пережить, понять каждый человек, каждый россиянин. То есть, конечно же, возможность познакомиться с этими иконами для людей с инвалидностью позове – нет, конечно, очень большое дело. Прикосновенный образ – первый подобный проект Петра и Егора Мининых. Отец и сын рассказали, что в дальнейшем планируют создавать работы меньшего размера. С ними будут ездить в геронтологические центры, чтобы все желающие тоже смогли прикоснуться к искусству. Дмитрий Марченко, Сергей Гаврилов, 12-й канал. Омские блогеры устроили праздник для маленьких пациентов онкологического диспансера. Предновогоднюю акцию организовал Центр управления регионом в содействии с областным Минздравом. А блогеры за несколько дней собрали больше 100 тысяч рублей. На пожертвования были куплены сладкие подарки, игрушки, инвалидная коляска, средства гигиены, небулайзер и оборудование для детского уголка. Мы с блогерами, с моими подругами и друзьями объединились, все кинули клич на своих страницах в Инстаграм и совместно с неравнодушными жителями города Омска мы собрали хороший сбор, откровенно, за два дня и сделали такой праздник ребятам. После Нового года уже есть идеи, в принципе, отклик хороший и заинтересовались и волонтеры на самом деле, потому что, ну, действительно, к блогерам есть определенное доверие аудитории и, ну, человек помогает человеку объективно, поэтому все объединились в таких делах. Также в рамках смежной акции «Спасибо врачам» блогеры вручили праздничный торт медработникам. Все подарки перед тем, как попасть в лечебный корпус, прошли обработку ультрафиолетом. А в это время на площади перед диспансером детям показали новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией стало выступление дрессированного пса с кинологом. За праздничной постановкой ребята наблюдали из окон своих палат. «Для наших детишек такой праздник. Они вынуждены встречать Новый год в больнице, наторванной от семьи. Поэтому праздник пришел к нам уже в больницу. Это замечательно. Когда приходит праздник в душу, ну, конечно, это влияет на состояние ребенка. Конечно, появляется тяга к жизни. Конечно, появляется стремление перенести это лечение тяжелое, которое он получает. С положительными эмоциями все легче происходит». Если радио, то «Максимум». Уже ставший долгожданным запуск «Радио Максимум» в Омске состоится в ночь на 25 декабря, то есть буквально через несколько часов. Ровно в полночь на волне 105 FM начнут звучать лучшие рок-хиты. На сегодня аудитория культовой радиостанции более 4,5 миллионов человек, а вместе с «Омском» количество слушателей увеличится еще на миллион. К слову, дата запуска выбрана не случайно. Завтра бренд «Радио Максимум» отмечает юбилей 30 лет. Кстати, 13 из них амичи ждали возвращения культовой радиостанции в наш город. И вот этот момент настал. Омск уже поздравили с предстоящим запуском самые максимальные ведущие утреннего шоу Чак и Шуманский. Амичи! Привет, Омск! Скоро встречаете во всех радиоприемниках ваших автомобилей, работ и квартир. «Радио Максимум» лучшая зарубежная музыка в ваших ушах. И лучшие русские голоса тоже. Ваша жизнь больше никогда не будет прежде. Будет круто, мощно и громко. Радио Максимум Кстати, теперь слушать их голосами че смогут каждое утро. Помимо этого еще множество ярких атмосферных проектов и треки самых известных рокеров мира. «Линкен Парк», «The Offspring», «Крамштайн», «Металлика». Также аудиторию порадуют хитами «Монескин» и «Имэджин Дрэгонс». Напомню, что за развитие и продвижение «Радио Максимум» в Омске возьмется уже знакомая слушателям команда «Радио Монте-Карло Омск». Юный ведущий 12-го канала стал лучшим гидом России. Итоги конкурса подвели в московской штаб-квартире Русского географического общества. Матвей Кочергин отправил на конкурс рассказ о трассе сибирского международного марафона. В клипе показаны знаковые достопримечательности города, Омская крепость и памятник Любочки. Жюри признала Матвея лучшим в номинации до 18 лет. Организаторы конкурса приготовили для него особый подарок современный квадрокоптер. Кроме этого все лучшие гиды России станут героями телепроекта на канале «Моя планета». Как мне позвонили организаторы и сообщили о моей победе я был очень рад. Я понимал что шансов на выигрыш мало но они все-таки есть потому что у ребят с других областей из других городов получились очень крутые работы но я подумал и понял что надо брать только драйвом а где же я могу найти и записать столько драйва как не на нашей трассе сибирского международного марафона. Кстати у Матвея несмотря на возраст внушительный опыт в нынешнем году он стал одним из ведущих в рамках детского дня на 12 канале а после стал вести национальный характер в 13 сериях познакомил мечей с традициями и особенностями культур разных национальностей полную версию телепроекта по-прежнему можно посмотреть на сайте 12 канал.ру и последнее на соборной площади в это воскресенье запустят часы с обратным отчетом до молодежного чемпионата мира по хоккею ровно за год до его старта начнется праздник в полдень а мечи смогут погонять хоккей в валенках попробовать свои силы в метании зимней обуви и получить за это сертификаты на приобретение билетов на матчи мирового первенства а также сувениры от хоккейного клуба авангард на площади будет работать волонтерская стойка где можно подать заявку и стать добровольцем международного хоккейного форума а для тех кто не сможет оказаться на площади 12 канал покажет все в прямом эфире мы будем вести трансляцию церемонии открытия стелы на ютубе и в нашей группе вконтакте и обращаем внимание в центре Омска изменят схему движения транспорта дороги будут перекрыты с 9 вечера 25 декабря до 7 вечера 26 на улицах Ленина Тарской Ивана Алексеева и по Панковскому переулку подробная схема представлена на ваших экранах далее прогноз погоды ну а все наши новости доступны в социальных сетях вконтакте инстаграме телеграме одноклассниках и на ютубе найти их можно и на сайте 12 канал.ру там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте оставайтесь с нами сегодня мы поговорим об одном из видов протезирования при полном беззубии так называемой технологии все на четырех ОЛАНФО данная технология подразумевает установку четырех имплантантов на одной челюсти пациента в определенных позициях что позволяет зафиксировать на этих имплантатах несъемную ортопедическую конструкцию большим преимуществом данной технологии является возможность зафиксировать у пациента несъемный временный протест в день операции Семейная стоматология 45 06 05 Размещение рекламы в лифтах Лифт 55 50 98 84 Новогоднее настроение подарят волонтеры В Омске стартовала ежегодная благотворительная акция «Стань волшебником» Горожанам предлагается примерить на себя костюм Деда Мороза и исполнить заветные желания детей чьи родители не могут устроить праздник по объективным причинам Амичи сегодня участвуют в акции целыми трудовыми коллективами Традиционно в роли зимних волшебников выступили сотрудники «Связь Транснефти» Подробности в следующем материале Команда «Связь Транснефти» собирается на елку Сотрудники приортышского филиала активно участвуют в волонтерском движении А в этом году акцию приурочили к марафону добрых дел Транснефти который объединяет добровольцев по всей стране Мы участвуем в акции второй год подряд В ее рамках у нас проходит организация вот таких вот праздничных мероприятий для детей и семей попавших в трудную жизненную ситуацию Все подарки были приобретены на средства наших сотрудников Это добровольное искреннее пожертвование И это именно те игрушки о которых мечтали ребята Всего волонтеру «Связь Транснефти» исполнили желания детей из четырех семей Организовали настоящий утренник со стихами для Деда Мороза викториной, хороводом и конечно подарками Было очень приятно было неожиданно когда пригласили конечно детям большая радость большое спасибо хотелось бы сказать организаторам и центру за оказанную помощь С компанией «Связь Транснефть» мы сотрудничаем уже не первый год они поддерживают наши социальные проекты такие как «Щедрый вторник» один раз в году мы собираем продукты длительного срока хранения для семей пострадавших от пожаров и в рамках этой акции компания собрала десятки килограммов такой продукции и передала в наш центр участвует «Связь Транснефть» еще в одной акции «Дарим тепло» это сбор теплой одежды для нуждающихся волонтеры компании намерены и дальше поддерживать подопечных социального центра и всегда готовы откликнуться на призыв о помощи Денис Жарков Андрей Кузьмин 12 канал спонсор прогноза погоды ЕП Ефременко Роман Андреевич Саратовское региональное отделение ООО Российский национальный союз пчеловодов мед свежего урожая с лучших пасек страны завтра 25 декабря в Омске переменная облачность ночью до минус 25 температура воздуха днем 19-26 градусов ниже нуля в районах ночью похолодает до минус 24 в дневные часы на термометрах минус 26 ветер западный 2 метра в секунду атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба Ярмарка меда в Омске с 6 по 29 декабря мед свежего урожая с имбирем пиргое восковой молью бортевой Ждем вас в торговом доме Корона остановка ДК имени Баранова и в ДК имени Малунцев Акция При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок Таковы новости этой пятницы Благодарю вас за внимание Желаю хороших выходных Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok